итак друзья будем делать чачу вот смотрите это жмых который я снял свина да вот здесь где-то килограммов 7 будет наверное 8 его бадья это 40 литровый у меня вот это вот значит здесь у меня будет вот это уже миха 7 килограммов и 20 литров воды и 6 килограммов сахара взял ведро набрал теплой воды и теперь разводим в нем сахар не вернее в этой воде растворяем 5 килограмм 2 ведро наберу в нем еще 1 килограмм растворить и все и под гидрозатвор сахар можно сварить конечно карамель то есть можно вот это поставить на огонь довести до кипения тогда будет такой легкий карамельный привкус но я делал и так и так особой разницы честно говоря я не обнаружил поэтому считаю что нет смысла особо замудряться просто растворяю в горячей воде вода должна быть не горячее 40 градусов может быть 45 градусов когда вы засыпаете сюда вот сахар да она остынет еще то есть заливать желательно и и вот это суслов как в эти отжимки до желательно при температуре не выше 30 градусов чтобы она была почему потому что при 42 градусов как нам известно дрожжи погибают хотя говорят что дикие дрожжи живут при более высокой температуре даже но лучше как говорится перестраховаться когда береженого бог бережен так что в пределах 29 30 градусов если мы зальем сюда у нас будет как раз нужная температура получится хороший толчок для брожения отжимки я только что снял так что дрожжи там живые сейчас должно пойти все это дело очень быстро все запустится брожение процесс брожения выдерживать будем до полного прекращения брожения то есть задача нас чтобы весь сахар у нас переработался в спирт обязательно под затвором чтобы тот спирт который будет образовываться нас не превращался в уксус так и заливаем первую порту пищи для наших бактерий этих самых дрожжевых вот это дело но вы после воды брить так ну вот я здесь 30 литров у нас получается с копейками здесь обязательно вставляем зазор здесь где-то 15 литров останется вот с этим с подгорлом поскольку у нас шапка будет подниматься то есть для нее должно быть место ни в коем случае там по полной не надо делать иначе у вас попрет все через верх тут хорошо мы сейчас перемешаем и под сотвор кто-то больше сахара делает на тот же объем я вот делаю так вот на 30 литров вот этой вот получается где-то 25 литров 22 может быть литра воды 7 литров вот этого вот жмыха у меня получается да вот то есть в общей сложности тут 30 литров у меня в этом воде я кладу 6 килограммов сахара вот видел там в интернете люди там два раза больше вот я не знаю им уже выбродить надо все-таки может быть так будет и лучше но я вот уже делаю сколько лет так у меня нормально все получается так что друзья мои еще раз говорю я не самый крутой в мире винодел учусь так же как и вы то есть у меня получается достаточно неплохо мне нравится а если уж у меня получилось у вас точно получится так что вот так все теперь вот затворчик это делаем все ставит так купить и водичка сюда все это у нас все готово вон вино сейчас только слил засыпал сахара туда еще залил он видите уже булькает но поскольку здесь холодно где-то градусов не выше 15 сейчас вот днем ночью до 10 опускается я все таки все вот это вот дело утеплю вы тоже предусмотрите этот момент если у вас холодновато скажем так помещение какие-то дополнительные для того чтобы дрожи в холоде не бродят понимаете да я такой вот такой вот штукой пленочкой раз все аккуратненько огородил вот и все сейчас мы еще это дело усилим фуфаичками включаю эту пленку уже показывала вот через такой таймер видно да и вот видите которые нажатые это 15 минут которые работает то есть сутки он работает там раз 10 на 1 8 включается так что тратится немного мощность его 150 ватт вот это немного но за это время который вот она работает хорошо прогревает всю вот эту массу и с этой стороны сейчас мы вот так вот поставим фаечки их одна другую застегнем есть петельки есть у нас у файка в файку все будет хорошо они держатся вот нормально тепло будет держать хорошо смотрим наши петельки вот таким вот образом то есть низ у нас везде прикрыть тепло будет удерживаться это пленочка будет у нас все подогревать включая розетку эту штуку значит друзья мои смотрите чаще будет стоять поскольку здесь только дикий дрочек у нас да они бродят немножечко дольше чем там хлебные какие-то или еще которые на обычную самогонку ставят так что я рассчитываю что она будет стоять где-то недели две обычно так это происходит при нормальной температуре но если температура оптимальная может быть и быстрее но выбраживать вот ну правильно рассчитывать надо вот на такой срок после чего естественно перегоняем обычным способом как перегонять я вам покажу уже последующих видео всем всего доброго если есть какие-то вопросы задавайте постараюсь отметить если смогу ответить на это дело